Доброе утро всем. Сегодня у нас какое число? 13? 13. А, 13? А, со старым Новым Годом всем! Поздравляем! Мы находимся на пляже Цейлон, сектор 17, команда Карп Лайф. Вот сейчас нам эта команда и расскажет все, что она думает. И про соревнования, и про рыбу. Короче, выслушайте все. Прошу вас! Доброе утро всем. Мы команда Карп Лайф. Ну что сказать. Мы новая команда, молодая. Очень, надеюсь, перспективная. Нам, конечно, повезло с жеребьевкой, сектором. Хороший сектор. Да, главное использовать все возможности этого сектора. Мы очень стараемся. И продолжаем борьбу. Вот. Немножко провалились мы по турнирной таблице вчера. И, возможно, на утро. Да, сегодня на верстай. Мы постараемся. Полные мешки? Да, сейчас мы только закормили. Хорошо. Вот. Вчера мы не кормили вообще. У нас была проблема, закончились корма. А-а-а. Да, так как мы не рассчитали правильно корма. Да, и становился полностью поклев. Это опыт. Поэтому, как мы поняли, здесь на соревнованиях, конечно же, зависит от мастерства тех, кто в команде. Но опыт, да. Опыт это, конечно. А куда же там мастерство берется-то? С опытом, с годами. Есть многие команды, я знаю, которые по 7-8 лет и больше уже. Если возьмете команду Помпи, Помпи с самого начала. Да, нам сказали. В первом соревновании он участвовал. Помпи очень удачно. Вчера, по-моему, за сутки они сдали 38 килограмм и взлетели сразу же, обогнали всех. Вот. Но я хочу... У нас тоже это было ожидаемо. Если бы мы не провалились вчера с кормом. Да, то есть, если бы мы с кормом не провалились, у нас был темп прост. У нас рыба ушла. Как бы мы все палки включили. Да. Ну, это опыт, опять же. Это опыт. На следующие соревнования мы будем уже более подготовлены. Как бы не завершились эти соревнования, мы не расстраиваемся. Да, ребят? Да. Все впереди. Все впереди у нас еще. Еще не закончилось. Турнир большой. Еще, да. Еще есть сутки. Мы надеемся, да. Очень надеемся, что подошли. Хотим сказать отдельное спасибо, конечно же, судьям. Очень, очень все доброжелательные, подсказывают, как правильно, что. И очень, очень все нравится. Организаторам большое спасибо за такой... Это того, чего не хватает вот в Израиле, я считаю, для карфишинга. Потому что такого очень мало. Конечно, шикарное озеро Кенерет, да, в котором, я предполагаю, есть большие крупные рыбы. Но очень бы хотелось в Израиле иметь озеро именно для карфишинга. Чтобы не было лодочников, не было зенитчиков, не было сеточников. Чтобы туда можно было приезжать с отдельным местом, платить за это. Ты знаешь, за что ты платишь. Потому что мы все покупаем дорогое оборудование. Все любят какой-то, чтобы был, как это говорится, фэншуй, да, как красиво все там. Чтобы было удобно, приятно проводить время. Да, для удобства покупаю, чтобы удобно было спать, чтобы удобно было сидеть, чтобы спиннинги были хорошие, удобные, а не руки ломать. Юра может поделиться, он трофейщик, он ловит крупных карпов. И я думаю, ты можешь высказать мнение по поводу соревнований, как ты говорил, что соревнования и трофеи – это совсем разные вещи. Ну, это да, это две очень большие разницы. Да, потому что тут в соревнованиях, как мы уже поняли, надо подбирать все. Надо подобрать и тактику, и поводок, ну, все таким способом, чтобы забирать всю рыбу. Мы как бы, ну, сделали все правильно. Как по мне, мы сектор выкусили. Мы определили, как, что. Потихоньку, у нас все дистанции сработали, как бы, мы включились. Но, опять же, такие проблемы с кормом, и мы вылетели с собой. Да, мы больше любим трофей, как бы, крупную рыбу. И все время, ну, все время мы готовы, как бы, к ловить крупную. Да, а вот мелочь, как-то с неохотой даже. И из-за этого, как бы, здесь тоже есть такое ограничение, такое небольшое в голове. Нам надо просто определиться, да, или нам остаться в трофейной ловле, или нам все-таки... Уходить в спорт. И идти по пути. Потому что, вот, посмотри на зарубежных карпятников на английских. Многие из них трофейщики. То есть они ездят целенаправленно, какими-то там, в Марокко, еще куда-то. Едет именно за трофейной рыбой. Но при этом они так учатся в соревнованиях. Во многих, где зачет, как бы, тоже с килограмма, полтора. Ну, это не мешает. Они многостаночники. Они и так умеют, и так умеют. Мы еще не успеем пересвучить. Но это все с опытом приходилось. Чтобы это совместить. Но, в любом случае, мы к этому не ведем. Да, я просто приготовлю. Понимаете, когда вы едете за трофейной рыбой, вы конкретно выбираете место. Да. Чтобы вы поедете. Да. А соревнования, это вот тот вариант, как лотерея. Вам дали место. Да. Точнее, не вам дали. Вам сверху. Жеребьевка, да. Место попало. А вот-вот давай, здесь вот поймаешь трофея. Замечательно. Я вам скажу, чисто для примера. Соревнования, которые были в 2005 году в Чехии. Это был центрально-европейский кубок по карпишингу. Там было 140 с чем-то команд. Была одна команда из Германии. Которые приехали со своими бойлами. Там у них был мешок килограмм на 30, которого они катали. Все остальные ловили на кукурузу. И там основная рыба была, это карп, полтора-два килограмма. Его было огромное количество. Они, то есть, соревнования длились трое суток. Они трое суток ничего не ловили. Но на третьей сутке они взяли карпу на 23 килограмма. Эти 23 килограмма, как бы, да, они не заняли первое, второе там место. Но там тоже были зоны. Они заняли сразу первое место в зоне. Они заняли, взяли Big Fish. Как бы, они сказали, что нас это вполне устраивает. То есть, мы за первым местом не сильно гнались. Да, как нас интересовало именно Big Fish. Это вот мы его взяли, все. То есть, они, и то же самое было, кстати, и русские команды были. Которые точно так же. Они тоже взяли первое место в зоне. И у них все карпы были в среднем 8+. Их не было 20, да, но у них были 8, 9, 12, вот такие. У них было немного, их там было штук 6-7. Но им этого хотелось, чтобы взять первое место в зоне. Так что, опять же, каждый сделает свою программу, как он хочет, что он хочет сделать. Видите, как бы, причем они не свернули. То есть, они так, зная о том, что там ловят на кукурузу, зная, что мелкий карп, остальные нас не не колышут. У нас есть программа, мы с ней работаем, все. И на нее отбивали до конца. Не всегда это срабатывает. Рома Ивасишин, 2019-й год. Это мой сосед, 30 километров от озера. Шикарная программа, баунти, все замечательно, работает. Она работает в всей Европе, да. Здесь не работает. Здесь немножко, да, не сработало. Да. Ну, это уж, как говорится, это даже иногда полезно, на самом деле. Получить щелчок по носу, чтобы показать тебе, что знаешь, как бы... Ты не можешь знать все. Конечно. И, кстати, вот то, что правильно говорили израильтяне, наши эти друзы, делая рекламу соревнованиями, они говорили, вы приезжайте сюда, чтобы понять, что ваша Европа и все эти Франции, Испании, Италии... Совсем другая рыба. Даже Украина, не надо туда дальше лезть. Ну, все-таки там... Ну, я бы даже сказал, что в Украине ловля, и что туда, дальше в Европу, тоже отличается многим. Многим. Ну, да, и породы карпа разные. На самом деле, тоже румынский, там, генгерский. Как-то по-разному, может, даже и кушают. И ходят по-разному. А этот, вверх ногами вообще кушают. Что еще рассказать? Спрашивайте. Ну, дистанции, глубины, как у вас здесь, зацепы. Нет, фут-фут-фут, фут-фут, ни одного зацепа здесь нету. Вот тут кладывала команда, на прошлом кубке, по-моему. Все время жалуюсь на зацепы. У нас было с одного места мусор, но мы это все выдергивали. Какой-то старый кусок, кусок клеенки. Мы постоянно в него попадали, и по кусочку, по кусочку так его и вырвали оттуда. А, кто это мне сказал? Дальше вроде... А, вы, лидер, сказали, что они должны получить приз. Да, 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 мы слышали. Да, чистку, да. Да, кто там, вон, и трусы, и кольцо, и что только там не подоставали. Все ждали, когда же наконец тело появился, которое было во все это одето. Я постоянно хожу по Кенерату, и вот именно хочется мне там день-два просто пройтись и убрать все это. Собрать команду и поубирать. Ну, ребята, смотри, скажи, что вот вы пришли в сектор, да? По-любому вы не будете сидеть в дерьме. Ну, да. Конечно. Возьмете мусорный пакет, и свой сектор вы как бы придете в порядок. Конечно. А если вы подумаете, что таких 23 команды, то, скажем, уже 23 участка шириной по 60 метров... Ну, уже чистые, да. Да, совершенно верно. Это тоже очень большое... В этот раз я приехал, думал, ну, надо было взять грабли немножко. Извините, я сейчас вынужден... Ребята, извините, я должен ответить на телефон. Я извиняюсь за перерыв в стриме, просто что, учитывая прогноз погоды на сегодняшний вечер и на завтра, как бы мы очень сильно озаботились тем, что нам будет очень сложно собирать судейский лагерь под дождем. Тем более, что там место, где стоит наш лагерь судейский, когда начинается дождь, там появляется маленькое озеро. И в итоге палатки оказываются все в воде, потому что там как бы есть уклон. Поэтому Майя очень сильно озаботилась, потому что, получается, у нас же будет еще один турнир, Блиц. Когда мы опять же оставляем все вещи здесь, и они все останутся мокрые просто. Потому что некому будет их не высушить, ничего. Все палатки мокрые будут там, ну, в общем, кошмар. Мы сейчас договорились с кибуцем Энгеф, что в том зале, где у нас будет закрытие, мы сегодня там. То есть мы переведем полностью все, что можно упаковать, упакуем в это вот, и судьи будут уже до завтра, уже будут находиться в зале. Огромное спасибо кибуцу Энгеф. Судей, за нас за это даже денег брать не хотят. Так что вы не удивляйтесь, если вдруг увидите, что судьи куда-то исчезли. Они на месте, они все здесь. Ну, да, давайте расскажите дальше про глубины, про дистанции. Рассказывай. Дистанции... В основном у нас одно место работает и вокруг него. Это 118 метров. Нет. Нет, как ни странно. Да, почему-то, как ни странно, там не сработало. Ну, как мы поняли, здесь идет русло. Поняли, в каком направлении оно идет. Поняли, как карп выходит, как он возвращается. И мы искали по шагу. Все поклевки у нас были каждый день все вовремя. По графику. По графику, да. Да, она клевала как что-то по расписанию. Мы уже знали. Только мы протыкали с кормом, поклевки прекратились. Да. Наш биг фиш остался вот в этом пи***ть фрикционно. Но опять же большой риск, что он просто порвет. Порвет. И он там встал в зацеп. Андрею пришлось дойти к нему. Он таки дошел. Но только подсак к нему, последний рывок, и он на воле. И он так как сделал, и ушел. Мы видели, что он сверху уже такая морда выглядывала. Ну, самая рыба не пойманная, сошедшая самая крупная рыба. Это же достаточно. Мне кажется, что этот наш был самый большой. Жалко, что когда ловишь рыбу, ну, это природа. Она весит один вес. А судья, она везет другой. Потому что вот помпе тоже взяли 6-7 сотых, взвесили 6-550. А у нас был 6-6 сотых, взвесили 6-4 сотых. На 200 грамм он за ночь подхуднул. Ну, плюс еще есть по-любому расхождение в весах не может быть другого. Потому что как бы не может быть. Даже часто бывает в одной партии весов есть разница. Хотя бы 20-30 грамм. На сброс. А бывает, что в одном и том же пакетике взвешивается, ну, рыба, скажем, полтора килограмма. Просто в целлофановом пакете, чтобы уже не считать вес тары. Команда взвешивает своими весами. У него получается 1,570 кг. Судьи взвешивают тут же 1,450 кг. Ну, извините. Не, ну так вес пакета есть. Мокрый пакет. Так тот же пакет. Нет. А, тот же самый пакет. Тот же вот 2,2,2. Причем перемиряли несколько раз. Ну, у нас тоже. Мамбер, весы завышают. А судейские... Занижают, да. Так же и у нас. Две рыбы, что не ушли в зачет. Да, не зачет ушли в нас. Они были зачетные в пакете. Не зачетные. Ну, мы без претензий, как бы. Ну, че, очень довольны соревнованиями. 975. А вы вспомните, как происходит на чемпионатах мира? Если у вас записано в правилах по чемпионату, что минимальный вес 2 кг. И команда, предъявившая рыбу, которая весит меньше 2 кг, получает желтую карточку. Но при этом взвешивать рыбу тебе нельзя. По правилам. Ты не имеешь права взвешивать рыбу. То есть рыба, которая поймена, тут же идет в мешок. Или тут же приходит судья, который стоит сзади, взвешивает. И как? То есть это только на глаз. То есть по-другому варианта нет. То есть если ты видишь, что тебе кажется, что она меньше 2 кг, то лучше сразу ее отпустить, даже не предъявлять судеб. Иначе получишь желтую карточку. А 3 карточки, команда Сберия. То есть мы еще гуманисты. Получается так. Спасибо вам за такую возможность. Взвесить рыбу. Ну логистика у вас, я так понимаю, очень неплохая. С точки зрения вообще берега. Да, очень удобно все. У лыжников, волнов нет. У вас про туалетное далеко, да? Нет, туалетное здесь напротив, но опять же он... Воды там не работает. Потому что идет стройка, наверное, как бы единственная. Нас предупреждали сразу. Потому что в принципе нам говорили, не берите целую. Потому что здесь идет стройка. Но мы сказали, что ведь стройка идет на берегу. Ну, в смысле, как не на берегу, выше. А мы находимся намного ниже. Нам эта стройка не сильно мешает. Да, стройка вообще не мешает, скажем так. Но из-за того, что не рабочий пляж... Отключили всю воду. Отключили воду, да. Нет, я думаю, что они здесь копали. И только потому, что я когда я шел в сторону машины, оно это самое... там работало. Там есть вода? В первый день у нас была вода. Ну, видно, никто не ходил. Ну, это будет самая большая ваша... Да, самая большая проблема жизни. Потому что есть команды, которые ездят на заправку в туалет. Потому что они не могут вкусить. Ого. Ничего себе. А как они тогда на рыбалку приезжают? Надо брать, например, в туалет. У меня брат... Есть, да, туалет продается. Нет, он недорого стоит. Мы с женой тоже купили очень удобная вещь. Есть, потому что, естественно, он на ветру, конечно. Нет, есть такие, продаются, типа, палатки для него. Правильно. То, что он высот. А, да, его уносят. Сидишь у тебя, оп! И ты сидишь, смотришь на всех. Вот сейчас Кеша смотрит наш стрим, мой напарник, Саша Жирняков. Мы с ним вместе прошли Радуту и много чего. Он мне даст соврать на Радуте. На одних из соревнований был такой ветер, что повалило деревянный туалет вместе с сидящим в нем спортсменом. Там счастье, что там все-таки все там в яме. Поэтому как бы его только слегка напугало. Когда он в ягод сижу, никого не трогаю. Друг такой, бац! И улегся. Ну, там да, было весело. На рыбалке много такого происходит. Планы на будущее какие у вас? Развиваться в этом плане только. Человек не может решиться, либо идти дальше в трофейную. Ну, что ему по душе, я думаю, он выберет в любом случае. Он может совместить, я даю. Смотри, многие совмещают поплавок и спиннинг, и карповую. Я это совмещаю, не знаю, с детства. Ну, ты видишь, как бы разнообразие, это очень хорошее, что ли. И троллинги, и поплавок, и мормышка, и все вообще, что связано. Кроме нахлыста, ну, я думаю, что тоже попробуешь. Да. Потому что нравится. Тем более, что есть плохие ребята, которые этим занимаются. Кстати, тоже, которые были в своем клубе из Рафиш, как бы в самом начале. Но они потом поняли, что клуб развивается в сторону карповой рыбалки. Они шли в сторону флая. И, как бы, ну, не совсем то. То есть мы соревнования по флаю не проводили, да и не проводим. Это не наши. Поэтому они решили, как бы, уже отдельную группу убить. Ушли. Ну, как мы за ними следим, конечно. Их люди. Ну, не знаю, это бывает, а не может быть. Клуби-морой. Я бы хотел сказать отдельное спасибо ребятам из команд опытных, которые не хватают звезд с неба и всегда готовы помочь советам, подсказать. И очень благодарен Косте с команды Карасики. Отличный человек, отличный... Костя, золото. Просто, да, у него отношения к людям очень хорошие. А к вам тренер наш не заходил? Заходили вчера, да, отлично. И сегодня еще обещали. Очень спасибо им огромное тоже. И Роме за советы. Рома умеет рассказать. Да, Рома. Подсказать. Такой говорун. Вот, также хочу сказать спасибо команде АСА, ребятам тоже. Мы с ними на кубке стояли рядом, отличные ребята тоже. Спасибо им огромное. Ну и хочу большое сказать Андрею, который сейчас в команде с лидером, со львом. А, Степчину? Степчину, да. Это, да, очень хороший мой друг, который всегда, каждый день, мы с ним на связи, общаемся, он тоже отличный товарищ мой. И, конечно же, огромный-огромный привет хочу передать команде Вилдкарп, Юре и Саше, двум братьям, которые сейчас лидируют на... Я знаю Юру очень давно, уже 8 лет, мы работали вместе. Это благодаря ему, я сейчас сижу здесь. И из-за него. И из-за него, не из-за него, благодаря ему. Спасибо, Юра, тебе огромное за то, что ты привил мне такое желание карпфишинга. Ты меня привел в этот спорт. Ты посадил. 8 лет назад, да. Я первый раз купил удилище, трехчастник. Но полотна именно вот так я начал заниматься всего лишь год назад. Вот год-полтора именно вот карпфишинга. Так что огромное всем спасибо за советы, за помощь и организаторам еще раз. Что, ребят, что-то... Передавайте приветы родным, близким. А вот если вам нужны шпингалеты, номер телефона вот такой вот такой. Не, ну тут... Шпингалеты нам не нужны и никому не предлагаем. Ну, продай пару кухонь, я там тоже... Сама реклама в эфире. Нет, ну, спорт и работа. Это, конечно, совмещать нужно... Ну, работа кормит спорт. Да, работа кормит спорт. Это в Израиле. Нет, есть, конечно, случаи, когда и спорт кормит. У нас кормление по времени. Все у вас идет кормление? Да. Ну, пожелаем ребятам, как говорится, ни хвоста, ни чешуи. Спасибо. Спасибо. Спасибо им за интервью. Всего самого хорошего. Спасибо, мы будем стараться. Спасибо большое. Может, удивимся? Давай. Я записал. Спасибо. 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 Субтитры подогнал «Симон»